Продолжение следует... А мы все, чего мы ожидаем? Я вот ожидаю чего-то неожиданного сегодня. Почему-то у меня ожидание или нового чего-то, необычного. Вот такое у меня ожидание. Необычное это что, Оля? Необычное для моего понимания, может быть. Для моего разумения. То есть с какой-то другой стороны на что-то посмотреть. То есть непривычное, вот что-то новое. Для моего разумения, понимания и путей Божьих. Вот какое-то такое у меня ожидание. Предвкушение такое. Спасибо, Оля. Еще, пожалуйста. Какое ожидание? Что ждем? Зачем пришли? Да, конечно, Элла, пожалуйста, Элла. Я хочу того, что я не знаю. А Бог это знает. И хочу большего, большего, что Господь для нас приготовил. Больше. Его, его характер. Его, то, что вот он вкладывает в праздники еврейские, которые мы еще вообще не знаем. Что там, в эти глубины окунаться. Вот это я хочу. Я хочу, мои дорогие. Хочу. Новизна. Ну, еще один человек. Скажите, чего ожидаем? Валера. Да, пожалуйста. Ну, я ожидаю увидеть Христа таким, каким я его еще не видел. Скорее всего, так. Объясню, почему такой вопрос. Если я не знаю, чего я хочу, то я и не пойму, получил я это или не получил. Согласитесь, если мы не знаем, что в нашей жизни должен сделать Бог, Он сделает, а мы не поймем, потому что мы не знаем. И всякий раз, когда мы заходим на такие площадки, где движется Дух Святой, Соответственно, если будет какое-то ожидание, Тогда вот четко поймете, получили вы ответ или нет. Это как, знаете, с чем? То, что мы осознаем и то, что мы понимаем, на это можно влиять. Если мы не понимаем и не осознаем, на это, соответственно, как повлияешь? Я не понимаю, что со мной происходит, я не понимаю, что вокруг происходит. Но когда я осознаю, в какую сторону мне двигаться, цель достижима. Поэтому для себя вот сейчас, прямо сейчас, пока Аня будет начинать, пока мы будем стартовать, Уже у нас был такой посыл, приготовить бумагу, приготовить карандаши цветные. А вы возьмите сейчас минуту, напишите, чего я ожидаю. Задайте вопрос Богу. Что я вообще ожидаю от этой конференции? Мы еще не знаем, что Бог приготовил, но Он явно что-то приготовил для нас. Потому что вся команда, которая готовилась, и пророческая команда, и сам спикер наш сегодняшний, явно, что это что-то выношенное уже. И мы сейчас потребляем новую пищу. Я увидела видение перед этой конференцией, когда очень-очень жарко натопленная печь, и испекаются хлебы. Эти хлебы очень быстро разбираются, свежий, испеченный хлеб, быстро разбираются. Но это разбирается с людьми, у людей, у которых есть... Знаете, они приехали как за этим хлебом, с четким количеством хлебов. Кто-то говорит, мне три, кто-то говорит, мне пять. Люди знают количество того, что они съедят, и сколько им надо. И это сподвигло меня задать вам вопрос, что мы ожидаем от этой конференции. Хорошо, слава Богу, давайте будем начинать. Начинать, Аня, пожалуйста, благословение вам. И напомню правила нашей конференции. Включенные камеры. Всем включить камеры, пожалуйста. Давайте будем в культуре почтения друг перед другом. и выключенные микрофоны. Все включите камеры, и давайте выключим микрофоны. Потому что у нас идет запись. Благословение, Аня, пожалуйста, вам микрофон. Всех приветствую, дорогие. Рада всех видеть. Пока Ольга Петровна говорила, я просто вот так вот прошлась по всем аватарочкам и мысленно каждого лично обняла и благословила. Драгоценные. Вот каждое лицо, просто каждые глаза очень дороги для меня и для Иисуса. Перед началом, у меня вот просто сегодня целый день танцы, пляски и песни. Но в конце почему-то пробивает на слезы. Поэтому, если что... Всплакнем. Если что, всплакнем вместе. У нас необычно такое будет сегодня занятие конференция. И перед тем, как мы начнем, у меня побуждение, я обращусь к Коле Пономаревой. У нее есть короткое, но емкое пророческое слово для всех. Вот я помолилась, и Господь мне дал, да, короткое слово. Мое горячее желание, чтобы все мои дети слушали меня и исполняли все то, что я говорю. Пусть это будет даже незначительное. Вот прям и все. И потом дал мне слово из Исаии 30-15. Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев. Оставаясь на месте и в покое, в тишине и уповании, сила Ваша. Все. Спасибо, Оля. Аминь, аминь. Драгоценная. Я сегодня от лица своей команды один спикер. Но моя команда – это мое обеспечение. И если обеспечение может существовать само по себе, то спикер без обеспечения не может. Поэтому я как результат наших взаимоотношений, нашей работы и всего-всего, что Господь для нас прямо ведет по какому-то такому конкретному пути. И все, что возникает – это результат этого совместного пути. Я начинаю с презентации. Сейчас запускаю демонстрацию экрана. Уже готовьте карандаши, уже готовьте листочки. Так, подскажите, видно ли слайд полностью? Отлично. И тема, тема, отличная тема. Сегодняшней конференции «Возделывай свой сад». Господь дал эту картинку, и Господь дал это видение. И Он вел в этом видении два дня. И я хочу сейчас вот такую короткую молитву произнести Господь. Мы здесь сейчас для того, чтобы не слушать пустую букву, да, слово. Мы здесь для того, чтобы ты что-то менял. Поэтому мое сердце открыто для того, чтобы принимать твое слово, твои изменения. Ту личную информацию, которую ты сейчас будешь вкладывать лично в каждое сердце. Ты оживляешь наши сердца, и они готовы к принятию твоего слова здесь и сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Господь показал мне участок, участок, садовый участок. И Он сказал, у каждого, у каждого есть свой участок. Он символизирует жизнь, те таланты, то, чем обеспечил нас Господь. Пусть еще до того, как мы даже родились. Он знал об этом заранее. И я сейчас попрошу каждого закрыть глаза и спросить у Господа. Мы прямо так и начнем с практики. Попросить Господа показать свой сад. Господь, покажи мне мой сад. Я хочу сейчас прямо стоять среди своего сада жизни, посреди того, что ты мне дал. Я знаю, Господь, это от тебя. Это то, что ты мне доверил. Это то, что ты мне поручил. Это то, за что я несу ответственность. Это то, что у меня есть. Какой бы он ни был, какой бы он ни был, разрешите Богу показать его такой, какой он сейчас на данный момент. Кто-то уже может рисовать, делать уже заметочки. Я продолжу. Хочу поговорить. Это знаете, как будет обобщение. Всех конференций, наверное, мы говорили о правых, о левых, о тех, кто идет посередине. И мы знаем, что истина в том, что мы были созданы по образу и подобию Божию. Мы знаем, что Господь, это Господь благодати и истины. Он полон и благодати, и истины. И вот эта целостность Господа и стремление к объединению, взаимоотношений с Ним, друг с другом, она как раз таки будет сегодня озвучена. Истина. Мы были созданы по образу Божию. Истина в том, что Господь хочет, чтобы мы все были едины, как Он един. Истина в том, что Он сотворил человека уже ответственным за что-то. Было что-то, что Он доверил этого сделать и хранить землю в раю. То, что Господь все делает за нас, как такой критерий благодати, 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 он не есть правильный, потому что есть еще и истина. Истина в том, что у каждого изначально была ответственность. И на Адаме была ответственность возделывать и хранить, то есть защищать, оберегать, работать, где-то трудиться, вкладывать свои усилия. И это есть истина. Но почему-то нам трудно бывает, несмотря на то, что мы созданы по образу Божию, наладить взаимоотношения друг с другом. И это проблема. Разграничить доброе и плохое. Несмотря на то, что усилия от дерева познания добра и зла, все-таки вопросы имеются. Отделиться, установить личные границы. Вот это прямо проблема номер один. Сказать «нет», при этом не чувствуя обвинений и вот такого чувства вины на себе, это бывает сложно. Принять ответственность и проявить себя зрелой личностью за что угодно. Начиная со своей собственной семьи, заканчивая повышением на работе, продвижением и тому подобное. Служением. Примеры могут быть разные. Две картинки. Очень-очень люблю обниматься с Иисусом. Каждый представляет Иисуса рядом. Каждый ощущает Его любовь. Каждый ощущает Его действительно благой дар. Господь даритель, Господь дающий любовь. Именно Господь дающий. И мало кто... Ну, в отношении врагов, да, легко представить Иисуса с мечом, который направлен в сторону моих личных врагов, которых побеждает и разрушается мечом истины и правды. Но истина она такова. Такое мнение, ну, знаете, вот, ой, Иисус, Он там обувь, Он не испачкает, Он не будет марать руки. Но мы это проходили, проходили в это откровение, что Он будет попирать, Он будет топтать. И это будет гнев ярости. То, что Господь, это Господь благодати, это не отменяя, что Он Господь и истины, и меч истины в Его руке. Не хочу много останавливаться на этих стихах, да, но коротко. Что говорит закон, да? Закон – это истина без благодати. Она говорит, что каждый виновен перед Богом, что Он производит гнев, что Он ограничивает преступления. Что это как стража, стража для людей. Лишины благодати. Согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Вот она истина без благодати. Не существует благодати без истины. Потому что вот все-все практически, да, это стихи, это из Нового Совета. И они все основаны на том, что закон, он неприложен. Слово Божье, оно неприложено. Но мы призваны к свободе и призваны к благодати. Такой вот стих замечательный, это первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Самовольное, смиренно мудрие, вообще самоволие, смиренно мудрие по своей воле. Служение ангелов, то, чего не видел, безрассудство, надмение, плотской ум. Вот там, где нет благодати, это все превращается в вот такое самовольное, смиренно мудрие. И плоды закона без любви, истины, без благодати, это плоды рабства. Можете пометить себе, если что-то касается из перечисленного. И плоды рабства, это стыд, это чувство вины, должен все и всем. Это страх ошибок, страх осуждения, опора на мнение других. Никогда нет своего мнения. Это вот Оля не так давно говорила об этом, что не важно ваше мнение. «Ой, вот что скажут другие, вот так оно и будет». И так сказал каждого, что скажут другие, пусть так оно и будет. В итоге вообще нет никакого мнения. Никто на себя не взял ответственность, чтобы высказать хотя бы одно мнение. Опора на мнение других. Поговорим о трёх фактах. И первый факт – это наш ум – это не его ум. И наша мудрость – это не его мудрость. Бог, он идёт во главе. При этом он говорит, что я не осуждаю тебя. Но он говорит также, иди и предь, не греши. Нет осуждения. Это нам приятно, что нет осуждения. Но есть также истина в том, что если будет грех, будут и последствия. Этого греха. Поэтому, руководствуясь лишь мудростью человеческой, вот фарисеи, когда привели женщину, у них не было, ну к ним подкопаться было нельзя. Они основывали своё, да, осуждение на торе, на законе. И они были правы. Они были правы, обвиняя женщину в том, что она совершила. Закон говорит, побей её камнями. Но наша мудрость, даже основанная на слове, на букве, на сухой букве, она лишена мудрости Божьей. Бог, он всегда во главе. И он говорит, я не осуждаю тебя, иди и предь, не греши. И это второй критерий, критерий любви и благодати. Третий факт, это факт времени. Всему своё время. Господь, он Бог порядка. Вообще, если я вернусь назад, вообще, если говорить о любви и вообще о взаимоотношениях, то есть на чём основаны взаимоотношения? Любые взаимоотношения друг с другом, они основаны на наших взаимоотношениях с Богом. Бог, это та основа, на которой будут построены наши взаимоотношения с другими. То есть вот этот первый факт, что Господь, он во главе. Не наша мудрость в отношениях, но мудрость Божья в отношениях. Не наши суждения, но то, как Бог видит ситуацию. И много есть книг по психологии, они скажут, вот это верно, вот это верно, вот это мы проверяли, вот так-то, вот сделай то-то. Но истина, она в Библии, и она отличается, вот коренным образом отличается от наших представлений, что мне нужно, чего я хочу, чего другой человек хочет. И она коренится вот в этой любви. Основа взаимоотношений кроется в любви. И на наших взаимоотношениях с Господом. Любовь, и мы говорили о факте времени. Всему своё время, всему своё время. Господь, Он Бог порядка. И иногда то, что нам хочется прямо здесь и сейчас, и либо мы сделали все условия для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась, но она не разрешается, это повод подождать. Очень многое теряется именно в спешке, именно в суете, именно когда хочется, чтобы брак был успешным здесь и сейчас. Дети стали послушными прямо сейчас. Я наладил взаимоотношения с окружающими. Вот прямо я сейчас им сделал добро, и они прямо тут же должны мне что-то сделать в ответ доброе, и это решит сразу все мои проблемы. К сожалению, есть факт, не к сожалению, а к счастью, есть факт времени, который воспитывает терпение, и который поднимает уровень веры на новый уровень, когда ты полностью, целиком говоришь, это моя часть, Господь, я её совершаю, теперь твоя часть, я тебе доверяю в этом, я буду последователен, я буду делать то, что моё, а тебе, Господь, позволяю делать всё, что в твоей власти, и это и есть довериться Господу, несмотря на то, что это может не совпадать с нашими планами здесь и сейчас. Да, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше пути, людей ваших, и мысли мои выше мыслей ваши. Чувства навыкам приучены, то есть рост, время никто не отменял. Сейчас попрошу сделать очень важную вещь, очень важную вещь, войти в свой сад. У нас есть Господь, Господь, Ты во главе всего. Есть доверие Тебе, Господь, доверяю Тебе свою жизнь. Даже если что-то Ты мне поручаешь прямо здесь и сейчас, я с этим соглашусь. И скажите вслух, я хозяин этого сада. Заявите это вслух, я хозяин этого сада. Я хозяин этого сада. Не торопитесь, насладитесь тем, что Господь открывает вокруг. Почувствуйте себя на своей земле, это тот участок, который полностью принадлежит Вам. Это тот талант, который Господь вручает, Он передает каждому. Не смотрите на размер участков других, вот он тот, какой есть, предназначенный именно для Вас. Я перехожу ко второму пункту, и пункт называется «Единство и взаимоотношение с другими». «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе, так и они, да будут все в нас едино, и да уверуют мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, и мы будут все едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, и да познают мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Ты почувствовал себя в этом саду, как при получении наследства. Сохраните это ощущение. Это по праву вам принадлежит. Двигаемся верой. Я понимаю, что многое еще непонятно, куда мы и что мы, причем здесь сад, причем здесь Бог и истина, и благодать. Блаженный, не видевший, но веровавший. Кто не видит, провозглашайте это вслух и с верой. Господь Он воздает по вере. И второй пункт, единственное взаимоотношение с другими. Давайте, знаете, поговорим вообще о единстве, вообще возможности, сочувствия, возможности человека приобретать вот такие вот связи с другими людьми, прочные, надежные, основанные на сочувствии, основанные на любви, на принятии. Эмпатия, важное качество, это возможность сочувствовать, сопереживать другому человеку. И это очень важное качество для тех людей, которые ходатайствуют, они как бы участвуют в этом, они сопереживают, они видят нужду и они остро на нее реагируют. Это касается их, вот они это сопереживают и переживают как бы внутри себя. Иисуса переживал, Иисус плакал, Иисус, Он выражал свои эмоции, даже праведным гневом был. Что мешает, что мешает наладить взаимоотношения? Конечно же, это раны и травмы, детство, все, что идет с самого начала, мы как дети воспринимаем все, что нам говорят родители, как данность, мы это принимаем. Как нас оценивают, как нас любят, как воспринимают, на этом строятся взаимоотношения наши с Богом, как мы представляем нашего земного отца, это может перенестись на наши взаимоотношения с Богом. И это иногда мешает, и это иногда мешает потом взаимоотношения с другими людьми. традиции. Я предлагаю прочитать, и делайте тоже пометочки себе, посмотреть вот этот список традиций и семейных правил, и отметить, если это касается. И не всегда это, знаете, были прямые слова, но иногда это те установки, которые возникли в определенных условиях, которые им сопутствовали. Не позволяй никому сблизиться с тобой, сохраняй расстояние между тобой и людьми. Ты слишком доверял, тебя предали. Ты слишком был добр другим, с тобой поступить несправедливо. Априори дистанция сохраняется, стена сохраняется, потому что это была единственная возможность избежать дальнейших ран. Никогда не говори правду о своих чувствах. Это мы берем все из детства, потому что ребенок, он не может так вот защититься, он не может уйти из дома. Он вот в этих правилах рожден и он им подчиняется. И иногда эти установки, я не говорю о том, что прямо очень явно и неправильно, иногда бывают такие установки на грани моральных принципов, когда вроде бы и вроде бы хорошо, но с позиции традиции, с позиции человеческой мудрости. Никогда не говори правду о своих чувствах. Если у тебя больно, пусть никто об этом не узнает. Если нужно сохранить мир, можешь солгать. Пытайся всегда выглядеть хорошо, не важно, что у тебя внутри. Вот знаете, опять должен, обязан, маски, маски, улыбайся, не показывай никому, что у тебя внутри, улыбайся, говори все, аллилуйя, тебя спросят, как дела, скажи, аллилуйя. Ты должен достигать высот и прославить свою семью. Да здравствует синдром отличника. Да. А ведь так много хорошего в это вложено. Но какая мама не хочет, чтобы ребенок достиг высот? Да? Ты никогда не должен покидать семью и всегда оставаться ей верным, иначе остальным членам семьи будет очень плохо. должен быть на всех праздниках. И все равно, что тебе 35 лет, у тебя трое детей. Маме будет плохо, она не одобрит, поэтому собираешь мужа, всех детей, едешь за трезвить земель, никогда не говори о семейных проблемах или об обиде, полученной от членов семьи вне дома. Предательство это мерзость пред Господом. Дети должны принимать участие в конфликтах взрослых. Очень часто, когда родители переживают развод или дети подрастающие, они становятся такими, знаете, друзьями для своих родителей, и родители вследствие того, что они не могут это никому рассказать, они начинают о своих проблемах с мужьями, с женами, как бы вот так по-братски обсуждать с детьми. Перекладывание ответственности это ответственность взрослых, это ответственность не детей. Нежные чувства недопустимы. нужно нужно всегда быть эмоционально независимым с самого детства. Это когда папа никогда не плачет, папа никогда не показывает свои эмоции, папа никогда не обнимет, он не скажет «я тебя люблю». потому что в его понимании это слабость. Но эта слабость она может потом проявляться в другом в гневе, в контроле. мы подходим к очень серьезному блоку и к очень болезненным стихам. Я хочу, чтобы вы поняли правильно, Господь никогда не дает испытаний сверхсил. Мы говорили о переходе, который Авраам совершил. Он оставил землю своего отца. Он совершил этот переход. И у нас есть такие традиции, которые необходимо оставить. Либо те установки, которые передались из поколения в поколение, которые необходимо оставить, чтобы стать свободным. Господь приближает к себе. И иногда, чтобы пойти за ним, надо оставить. Господь говорит, предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это жесткие слова. Вот так представь, что ученик говорит, Господь, да я пойду, пойду за тобой, но у меня же долг перед родителями, я должен. Во всем есть мудрость Божья. Это не должно быть решение на зло, это никогда не решение во вред. Это всегда с любовью, но тем не менее. Я прочитаю этот стих, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел и принести на меч. Кстати, кто заметил, здесь не идет разделение мужа и жены. В Библии муж и жена всегда одно целое. Вот это прямо на заметочку. Внутри семьи войн вот таких не происходит, не должно. мы сейчас зайдем опять в свой сад и знаете, Господь не показывал несколько таких картин по очереди. Первая картина это была старые постройки. Оглянитесь внимательно в своем видении и посмотрите на участок. Сломан ли там забор, есть ли там старые постройки, те постройки, в которых вы по неволе живете. И отметьте, вот просто отметьте, ходя по своему участку, что вам нравится и что вам не нравится. Скажите, у меня есть мудрость Божья, Господь, ты меня сейчас направляешь духом своим. Я согласна с тем, что моя мудрость иногда может подводить, но твоя мудрость она никогда не подводит. Я согласна с тем, что иногда оставлять старое это очень тяжело. Но я хочу посмотреть твоими глазами, Господь, что же не нравится тебе в моем саду. Это сад для тебя, Господь. Это моя жизнь для тебя, Господь. Покажи, что тебе не нравится в этом саду. и эти старые постройки, вот эти старые традиции, это что-то из прошлого, это может даже из прошлых поколений, то, что настроено на вашем участке, то, что передалось. И вот это вам не нравится, но вы там живете, это дом уже давно, давно покосившийся, но вы почему-то его бережете, просто как дань традиции. Мы когда переезжали на юг, у мужа работники, они никогда не были на юге, но объекты были по России, то есть вахтовым методом, и они работали в Питере, и задаю такого, ну муж, почему не поедете отдыхать. Ну вот как бы там дом надо строить, очень хочется, очень хочется, но почему? Там дом, хорошо, но если очень хочется, можно вот это вот желание как-то реализовать, отложить, что-то написать, мотивировать, вот если есть желание, да, будут и возможности. в конце концов вот в разговоре выяснилось, что там могилка матери, вот на родной земле могилка матери, они не могут ее оставить, не могут никуда переехать, и вот знаете, вот это же традиция, это то, что в голове, я никуда не перееду, просто потому, что у меня здесь могилка моей матери, все, я это не оставлю, что вот, что в этом вообще заключено, вторая картина, которую я увидела, это кресты, это давайте я к этому потом вернусь, в начале, вот прямо в начале поговорю о статуе, статуя, статуя, это может быть те идолы, которые остались и которым поклонялись предки, это может быть финансы, это может быть член семьи, это может быть недвижимость, тот же самый дом, вот смысл жизни, заработать на свое жилье и жить, и все так жили, и никто не осуждает, мы здесь вообще не осуждаем не наших родителей, мы не осуждаем наших дорогих мам и пап, но если это уводит взгляд от Божьего пути, и если это сейчас статуя стоит в вашем саду на видном месте, и она занимает определенное количество места, не давая вам сделать здесь работу, которую вам говорит Господь, время пришло убрать ее с едестала, Господь говорит, ты не сможешь здесь что-то посадить, пока не уберешь это с этого места. Это что-то красивое, это что-то дорогое, потому что это мысли, это желания ваших родных, это что-то что вы бережете просто потому что оно там стоит и оно там есть. Это ваше наследство, но это не Божье наследство, это человеческое наследство, и если оно занимает и преграждает дорогу для того, чтобы здесь были Божьи плоды, пришло время это убрать. Я долго оставалась в видении, где я видела могилу, я видела засохшую землю, вот знаете, она давно вырытая, но там ничего не растет, это прямо такая могила с деревянным крестом. Я молилась и спрашивала у Бога, что это значит, я понимаю, что человек очень долго сокрушается, что-то находится в саду его жизни, что давно умерло, что он похоронил, и что и он скорбит много-много лет, я видела прямо образ человека, который плачет, он рыдает, он стоит на коленях перед этим, крестом на этой могиле, и вот эта высохшая земля без единого листочка, это такое сокрушение, это что-то, где вот человек, он постоянно в этом находится, что-то давно умерло, но что-то, но он находится в этом до сих пор, что-то он похоронил родное, это могут быть отношения, это могут быть такие болевые очень моменты и потери, потери взаимоотношений, потери родных, то, что он оплакивает давно, это могут быть разводы, это что-то серьезное, что случилось в его жизни, что нарушило картину вот этого сада, сад он больше не сад, там нету больше таких цветов, и даже они его не интересуют, эти цветы, все, что ему интересно, это могила посередине этого сада, потому что это серьезно, это действительно на то, что трогает его сердце уже давным-давно, и я долго молилась, потому что внутри были переживания о том, что это действительно не просто, как можно встать с этой могилы и уйти, как можно это забыть, как можно здесь высадить цветы на этом месте, знаете, что сделал Иисус, он пришел туда, дорогие, если кто-то увидел себя, если кого-то это касается, если вы видите себя на коленях перед этой могилой, Господь прямо сейчас, Он приходит в ваш сад, и Он говорит, я тебя не осуждаю за те слезы, я тебя не осуждаю за депрессию, я тебя не осуждаю за апатию, я тебя не осуждаю за слезы, и Он становится рядом на колени и обнимает, говорит, я поплачу с тобой сейчас здесь, на этой могиле, я поплачу здесь, с тобой, пока эта боль не уйдет, я буду рядом, пока это все не пройдет, я буду рядом с тобой, и и после этого у меня была молитва, было в голове двоим, я не буду их называть, но это была молитва за возрождение и новые отношения, там, где вы думаете, что невозможно присти вторую половинку, там, где вы думаете, что вы никогда не почувствуете любви, Господь говорит, мне возможно все, мне возможно все, я буду способствовать твоему возрождению, ничего не потеряно, ничего не потеряно, еще была одна картина, я увидела поле боя, вы знаете, воронки, там вообще ничего не цветет, просто земля после атомной бомбежки, это боль, это те раны, это те травмы, которые человек пережил, там уничтожено все, вот все уничтожено, там просто большие котлованы от этих бомб, это та боль, та ненависть, гнев, где-то стыд, это несправедливость, это насилие, это что-то непреодолимое, с чем столкнулся человек, но Господь говорит, не будь жертвой, не будь жертвой, тебе надо принять эту картину, так как она есть, и взяться и возделывать этот сад, это будет нелегко, это будет нелегко сделать, но я помогаю тебе, не обращай внимание на других, у них цветут свои сады, и что у них там, какие цветы, какие дома у них стоят, мне неинтересно, Господь говорит, мне интересно, что у тебя, лично у тебя, ты никогда не сможешь быть в чужом саду, наслаждаясь чужими цветами, но здесь, на поле боя, ты возродишь то, что удивит других, и другие будут ходить и говорить, мы не знали, что такое возможно, но этот человек сделал невозможное благодаря своему Господу, он сделал на месте боя цветущий сад, я когда готовила эту презентацию, я поняла, что даже не сад возделывать сложно, сложно осознать, что он у тебя есть, и ты за него ответственен, я смотрела ролик, просто Господь дал мне тоже накануне, и там собрано, сделали такой эксперимент, пригласили семь актеров в комнату, и один испытуемый, сделали имитацию дыма из-под двери, и испытуемому говорили, что они пишут какой-то там тест, либо собеседование, либо что-то там по работе, в общем, у них есть задание, и вот сидят восемь человек, семь из которых актеры, и один человек, который не знает, что здесь сейчас будет, и актеры не подают вида, что где-то идет дым, они просто пишут дальше, говорят, и просто не реагируют на это, и один человек, который замечает это, но вначале что он делает, вначале он смотрит на других, кто-нибудь заметил, мне не показалось, это действительно, я действительно это вижу, это действительно то, что происходит, я это не придумываю, когда, вот знаете, там по-моему было 10 человек, и из 10 человек только один, только один сразу встал и сказал, я вижу дым, остальные даже не говорили, они просто сидели с такими испуганными глазами, и ну раз никого это не волнует, значит это не так важно, не важно, что это меня не волнует, я опираюсь на мнение других людей, а их это не волнует, это точно, их больше, то есть их целых 7 человек, я всего один, мнение толпы, вот этот синдром толпы, свалить ответственность на кого-то еще, вот этот один человек, который заметил этот дым, он подходит, говорит, я вижу этот дым, вы это видите, люди не могут не согласиться, они актеры, он говорит, мы видим этот дым, говорит, что с этим делать, они говорят, не переживай, есть ответственный человек, он сказал нам, сиди здесь, он вернется, что делает человек, кто-то есть ответственный, он тут же садится и продолжает дальше писать, есть кто-то здесь будет происходить, это с рая, Адам, что ты сделал, ты съел запретный плод, мне Ева дала, это та жена, которую ты мне дал, даже не столько Ева виновата, как Господь виноват, потому что он ему такую жену дал, а Ева ты почему съела, а потому что змея мне дал, и вот этот перенос ответственности, синдром толпы, Господь от этого избавляет, Он говорит, Он уже избавил нас от этого, Он говорит, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком, вы куплены дорогою ценою, мы разбираем следующий пункт, это отделение от других, мы уже осознали свои границы, мы уже осознали, за что мы ответственны, мы уже смотрим на эти могилы, мы не отворачиваемся от тех косяков, которые есть в нашей жизни, Он говорит, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков, как пример, Иосиф, который был рабом, но тем не менее, жена Патифара, она не смогла его склонить к греху, он не стал ее личным рабом, он остался сыном Божьим, и мы поговорим о том, что вот несколько пунктов, несколько пунктов, отделение других, не будьте рабами человеков, да, это проблемы слишком таких вот хороших людей, которые не могут отделиться от других, это проблемы очень таких чувствительных людей, которые берут на себя ответственность за чувства, за эмоции других людей, они делают все возможно и дальше даже больше, они делают все по силам и даже больше сверхсил, они готовы отдавать, готовы жертвовать, готовы сделать все, что угодно, лишь бы человек чувствовал себя хорошо. Прочитаю рассказ. Почему вы просто не скажете своей матери, что вы не хотите приезжать на день благодарения, вам 30 лет, этого достаточно, чтобы вы сами решали, где проводить праздники? Но это очень разозлит моя мать, ответила Сэнди, я не могу этого сделать, это жестоко. Как это может разозлить ее, почему вы думаете, что это случится, спросил я, если я не приеду домой на праздники, это разозлит мою мать, вот и сделать мать счастливой, тогда вы обладаете огромной силой и влиянием, правильно? Я высказал вслух свои сомнения. Да, конечно, ответила Сэнди, если я буду делать то, чего хочет она, я могу сделать ее счастливой. Вы очень могущественная женщина, сказал я, наверное, осознание подобной силы должно пугать, но если вы так могущественны, почему вы не можете использовать свою силу сделать себя счастливой? Я не знаю ответа на ваш вопрос, поэтому я пришла к вам на прием, чтобы вы помогли мне почувствовать себя лучше. О, понятно, то, что вы можете сделать свою мать счастливой, заставляет вас чувствовать себя плохо. Потом вы приходите ко мне, и я помогаю вам почувствовать себя лучше. А что если я сделаю это, но в результате почувствую может помочь вам почувствовать себя лучше? Я не знаю ответил я, но так как все отвечают за чувства другого человека, я уверен, что она постарается помочь мне. Я думала, каждый хоть раз встречался в своей жизни с такими ситуациями. В один прекрасный момент. Вот у нас такая же ситуация один в один. Я старший ребенок в семье. У нас большая семья, все праздники и Новый год это все. Мы все вместе справляем это весело, это интересно. Когда я уже была замужем энное количество лет, уже ребенок подросший, у меня муж вдруг сказал, дорогая, я хочу, чтобы мы справляли Новый год только вместе. Как наша семья. Что я почувствовала? Я почувствовала гнев. Мне это не понравилось. Я говорю, моя мама будет ждать. Мы так делали всегда. Я смотрю, мужу это не нравится. У нас собственная семья. Я хочу, чтобы у нас был праздник свой отдельный. Я говорю, неужели ты не любишь мою маму? Я люблю ее. Ты уважаешь ее? Уважаю. Почему не хочешь ехать? Хорошо, если мнение мамы для тебя не важно, это важно для меня. Я хочу туда поехать. Потому что я хорошая, я хочу сделать это для своей мамы. Мой говорит, нет, я хочу, чтобы у нас был отдельный семейный праздник. Нашей семьей. Знаете, я долго боролась с этим. Я обвиняла, я угрожала, я хлопала дверьми прямо перед Новым годом, пока Господь мне не сказал. Вернись к пункту номер один. Взаимоотношения со мной. Кто во главе? Говорю, Господь ты. Хорошо. Если я во главе, являюсь я главой твоего мужа, являешься, значит, кто ответственен на принимать эти решения? Мой муж. Я послушалась, я послушалась, и действительно Господь сделал вот этот вот переворот. Часто, когда не получается наладить взаимоотношения внутри семьи, речь идет о нарушениях границ, речь идет о нарушении межличностных взаимоотношений. Господь говорит, будьте едины, как я один. Но это три личности, разные личности, которые выполняют разные функции, и есть Бог Отец, а есть Бог Сын. Сын ничего не делает без воли Отца, есть Дух Святой, помощник и утешитель. И это все на взаимо уважении, и это все отдельные личности. Господь говорит, вы все едины, вы все призваны, вы все личности, и есть определенный порядок от меня, который создал я. Есть определенные взаимоотношения, смотри на мои взаимоотношения. В любой непонятной ситуации смотри на Иисуса. Дорогие, будет нелегко, вообще это нелегко устанавливать границы там, где раньше их не было, где раньше ты даже не знал, что они есть, потому что христианство, оно учит подставлять всегда вторую щеку, оно учит нас всегда жертвовать, всегда что-то отдавать, но Господь, Он не только Бог благодати, Он полный истины, и Он говорит о том, что когда ты позволяешь нарушать свои границы, ты не выполняешь основное условие, быть ответственным за эту территорию, изначально у тебя есть ответственность за свою жизнь, и Господь потом не скажет, а почему ты не сможешь сказать, что у тебя там развод, потому что муж там маму не слушался твою, ты не сможешь переложить эту ответственность на кого-то еще, потому что это твоя ответственность, это то отделение, болезненное иногда отделение, которое необходимо, чтобы совершить достойный плод, достойный плод. Я увидела, знаете, что, сейчас я промотаю, я увидела грядки, грядки, причем чужие грядки, где люди трудятся просто потому, что они не знают, что у них есть свой сад, свой собственный сад, и они возделывают чужие грядки, просто потому, что хотят быть хорошими, хотят быть помощниками, хотят оправдать чьи-то надежды, они живут не своей жизнью, они выполняют чьи-то поручения, они выполняют те служения, на которых кто-то поставил сверху, есть ответственный человек, зачем спрашивать у Бога, есть кто-то ответственный за тебя, можно вообще не спрашивать и дальше возделывать эти грядки, и ты получишь похваление, ты получишь одобрение родителей, ты получишь похвалу от начальника, но это не твоя грядка, и Господь говорит, вернись, вернись в свой сад, оставь чужие грядки, оставь то, что не принадлежит тебе, еще один случай был, это когда постоянно мы ссорились с мужем из-за работы, мне всегда казалось, что он настолько категоричен, он всегда не мог закрепиться на одном месте, потому что его что-то не устраивало, то есть принципы шли в разрез с моими представлениями, у меня было представление, что надо держаться за место любой ценой, где-то смириться, где-то прогнуться, муж говорил, нет, я своим принципам не уступаю, и Господь мне показал, я просто молился, говорю, Господь, это вот по мне, это вот мой муж просто там палками с кем-то машется, зачем вот это, кому это нужно, кому нужно вот это вот, смириться палками, что-то кому-то доказывать, где-то отставить свои убеждения, проще смириться, проще сказать, закрыть где-то глаза, проще делать просто свое дело, быть незаметным, но Господь сказал, это я его поставил на это место, это действительно его роль биться, это действительно его роль защищать, это действительно то, к чему я его призвал, и через энное количество лет, всему своя цена, муж занимает руководящий пост и должность там, среди тех людей, которые действительно ценят, и которые с теми же принципами идут по жизни, говорит, а твоя роль, это искренне верить, что именно он победит в этих боях на палках, ты не должна вместе вставать и биться с ним этими палками, ты не должна защищать его от этих ударов, ты не должна выгораживать его, устраивать и искать ему работу, нет, ты должна передать ему ответственность за его, да, по идее муж, да, ответственность за сохранность семьи, передай ему эту ответственность, и он выполнит ее. Пока ты не передала эту ответственность, он ее не сможет исполнить, ты просто ему не даешь. Как много, я очень много встречаюсь с тем, как женщины пытаются трудоустроить своих мужей, как-то договориться где-то оправдать. Господь говорит, это не твоя ответственность, это чужая грядка, уйди с этой чужой грядки, хватит. Это никому добра не принесет. Я говорила, и я еще раз скажу, что моральные компромиссы это то, что мешает отделению, когда мы долго закрываем глаза на неправильные вещи. Это воспитание. Можно заглянуть глубже в коммунизм, где обесценилась полностью человеческая жизнь, просто ты должен, мы воспитаны в этом, мы воспитаны в полу чужие грядки, чьи-то грядки, мы были везде, 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 но человек при этом не оценился. Но Господь говорит, я купил тебе дорогое цену, я выкупил тебя с этого поля, не делайся рабами человека, и ты теперь бесценен. Двигайтесь в единой цели. про стадное чувство, мы тоже поговорили. Больше всего хранимого, храни сердце свое, Господь говорит, не сердце своего мужа, не сердце своих детей, не сердце своих родителей. Больше всего хранимого, храни сердце свое. Ольга Петровна выкладывала историю, да, где я вам делаю счастливую маму. Это та степень ответственности любой мамы, и она ее хорошо выполняет. Больше всего хранимого, храни сердце свое. Пройдитесь по своему саду, обойдите вообще территорию, обойдите и посмотрите, посмотрите границы, границы своего сада, прямо обойдите, пройдитесь по нему, посмотрите, загляните, где эти границы проходят, это ваши границы, это ваша территория, это ваша Это то, что принадлежит вам. Еще один момент. Господь мне показал мусор. Если кто-то увидел мусор, бывает, что наши границы неосознанно нарушаются. Это когда мы не знаем, что мы за них ответственны. Но когда мы осознанно позволяем выкидывать в наш сад мусор, наша ответственность – это мусор убрать. Мусор – это то, что люди не выносят сами. Это то, что принадлежит им, а не вам. Но они думают, что вы можете это сделать за них. Они далеко не ходят, они не прилагают никаких усилий. Может, вы их давно уже выручали. Может, вы много делали уже за них. И они уже привыкли просто складывать этот мусор в ваш сад. Как пример, муж – наркоман. И жена, она привыкла. Она его оправдывает на работе. Она его отправляет на служение. Она сама работает, обеспечивает свою семью. Она сознательно копит этот мусор на своем участке. Потом она жалуется на то, что ей очень тяжело. Это больно и это очень стыдно. И, родные, если вы увидели мусор на своем участке, Господь говорит, я вам сейчас даю все инструменты, чтобы это убрать. Подпишите, что это. Это может быть стыд. Это может быть боль. Это может быть страх. Но Господь говорит, я вам даю все инструменты, чтобы убрать этот мусор из вашего сада, потому что он не ваш. Разделяйте грехи и боль. Это принес вам другой человек. Он согрешил против вас. Но та боль, которая сейчас есть у вас, эта зона вашей ответственности, и вы можете с ней разобраться. Вы можете убрать эту боль. Вы можете убрать этот страх. Вы можете убрать этот стыд. И избавиться от этого навсегда. И вы можете ограничить. Вы не обязаны там бороться с этим человеком. Вы можете ограничить его и сказать, что в следующий раз этот мусор не стоит ко мне нести на участок. Еще один момент. Еще один момент. Я увидела бархатцы и питуньи в таких горшочках. Такие красивые. И вот они стоят на видных местах. Но Господь говорит, это вот непрошенные советы. Это манипуляции. И это колдовство и навязывание, по сути. По сути, это чужой жизненный опыт, который привнесен в вашу жизнь без вашего согласия. Кто-то поставил этот вазон с цветами, не спросив у вас разрешения. Либо вы ему не отказали. Вы просто приняли, не согласились, но приняли это. Это теперь стоит на видном месте. Это может быть как от наставника, это может быть от пастора, это может быть от родителей, это может быть от соседки, это может быть от подруги, это может быть от кого угодно. Но это то, что вам не принадлежит. Это принадлежит им. Это их жизненный опыт, это то, над чем они трудились, это их труд. Это не ваш труд, это вам не принадлежит. Вы можете это вернуть с благодарностью, можете в следующий раз это не принять. Друзья Иова, они все были правы, у них у всех были суперсоветы, но это не то, что сказал Бог, и это не принесло исцеление. Поэтому, если это мешает, если это принадлежит не вам, вы вправе это не принимать. И вы вправе от этого отказаться, вправе от этого избавиться и не следовать этому. Если вы видите, что ваш участок это просто производитель бархатцы, у вас огромный опыт, вы любите давать советы драгоценные, берегите эти горшочки. Если это выращено вами, это ваш личный опыт, это ваша прожитая жизнь, это ваши советы. Не дарите, не впихивайте это людям, которые этого никогда не оценят. Они могут это принять из вежливости, но это не послужит им на пользу, потому что это ваше, это вам принадлежит. Украшайте свою собственную жизнь, свой собственный сад вот этими вазами, с любовью, выращенными цветами. И они для Господа, они не для того, чтобы вы их вот прям силком кому-нибудь вручали. Поэтому, кто чувствует какое-то недовольство по поводу, а меня не услышали, а меня не послушались, я никому не нужен, вот я так стараюсь, стараюсь, эти цветы выращиваю, выращиваю, всем хочу помочь, но меня никто не понимает. Скажите, меня понимает Господь, и это все для моей жизни. Это не повод закрыться, это не повод огородиться забором от других, потому что вам больно, это не повод сказать, что теперь я цветы не буду вообще никому дарить, они никому не нужны. Нет, всему свое время, фактор времени никто не отменял. Придет время дарить цветы с Божьей мудростью, и раздавать тем, кто действительно в них нуждается. Господь покажет тех людей, кому вы можете подарить, принести в них жизнь, красоту и научить их чему-то новому. Вот так, чтобы отрезвиться, да? Если ты любишь что-нибудь, отпусти это на свободу. Если это тоже любит тебя, оно вернется. Если нет, догони это и убей. Это установка многих людей. Та степень ответственности, которая принадлежит нам, это наша. И мы не вправе возлагать степень ответственности на тех людей, которые могут быть ограничены. То есть мы не можем расширить их границы, мы не можем перенести свои границы. Это те границы, которые создал Бог. Он создал их для каждого. И Господь призывает к уважению. Если мы даем свободу кому-то, свободу действительно в любви, отказываемся от контроля, от манипуляций, отказываемся нарушать чьи-то границы, отказываемся от тех рабов, которые пахали наши грядки, даем свободу. Это не повод таких сверхожиданий. Это повод понять, простить и вовремя отпустить. Немножко еще про свободу скажу и про степень ответственности. Ко мне обратилась знакомая-знакомая, говорит, Ань, напиши, пожалуйста, в группу. Помолись за моего сына, у него насморк. У меня так внутри, ну насморк, всего лишь насморк. Но я пишу, тем не менее. А какой возраст ребенка? Она мне пишет, 20 лет. 20 лет, и у ребенка насморк. Напиши, пожалуйста, в группу, чтобы помолились. Я очень переживаю. Я думаю, я не буду за это молиться. Я ей прямо пишу, я говорю, знаешь что, я считаю, что это не основание для того, чтобы я сейчас выложила это в группу. Я могу помолиться за тебя лично, но я могу помолиться, чтобы тебе было не страшно за своего сына. Сын, он в руке Господа. Это Божья ответственность. Он уже взрослый. У него свои отношения с Господом. Также, если у тебя есть желание написать в группу, ты можешь сделать это сама. Получается, перекладывание ответственности. Я не буду писать, только сделайте это за меня. Иногда важно давать такие, может быть, подсказочки, иногда ограничения для того, чтобы человек стал немножко взрослее, стал немножко осознаннее. В моей жизни был тоже момент, когда мне дали свободу. Я всегда сравнивала с притчей о блудном сыне, когда речь идет об отце. Я не знаю, насколько ему было легко отпустить. Я не знаю. Трудно, легко, но он так легко отпустил сына с деньгами, хотя знал, наверняка он знал по поведению, что тот будет их тратить, как не в себя. И у него было масса причин проконтролировать, сманипулировать, ограничить, не дать денег, не дать совершить грех, не дать вести распутную жизнь. Он мог это сделать, но он не сделал. Он дал свободу. Он сделал это в любви. И он дождался, пока сын сам осознает и вернется, пока он возьмет на себя долю ответственности, чтобы что-то сделать. Дорогие, вы устали? Кините мне, скажите мне что-нибудь. Хорошо. Хорошо. Я не всех вижу. Вижу Валерия. Вижу задумчивую Ольгу Петровну. Напоследок, случай просто из моей жизни. Я это тоже не поняла в начале. Я работала стоматологом, закончила курс хирургии и стала начинающим имплантологом. и мой директор, он всячески меня опекал пациентов прямо здесь сейчас, чтобы я начала практику. Но при этом я начала замечать такие странные вещи. Где-то там приобнимет, где-то что-то там скажет, что-то там насчет любовницы. И потом уже никаких отговорок не осталось у меня оправдательных в его сторону. Я поняла, что прямые домогательства. Я тебе обеспечу хорошей работой, хорошей карьерой. Это моя часть, твоя часть в этом. И встали вот эти моральные принципы. Я их нарушать сто процентов не буду. Что делает моя семья? Моя семья говорит, ой, тебе показалось, смирись. Ну, пусть он где-нибудь там трется рядом. Ну, тебе-то что? У тебя хорошая зарплата. Ты сразу выйдешь на такой уровень. Где, в какой стоматологии тебе дадут шанс выйти на имплантологию. Закрой на это глаза. Я рассказываю мужу. Ты в чем? Все. Не рассказывай своему мужу. Он тебя преревнует. Он тебя там никуда не отпустит. Он тебе еще там по голове еще что-нибудь. В общем, все свои страхи на меня вылили. И у меня такие глаза, и все, что я ему рассказываю, это в такой свободе. Что делает мой муж? Он говорит, я не согласен с тем, что ты там работаешь. Но я не буду говорить тебе, что тебе делать. У меня было вначале, ну как? Он же мой муж, он должен меня там оградить, сохранить, запретить в конце концов. Я пыталась перенести эту ответственность за уход из клиники на него. Но это моя была ответственность. И муж мне дал полную свободу. Он дал это в любви. Ты свободна. Я тебе доверяю. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор. Но это твоя доля ответственности. Никто ее не возьмет за тебя. Я сделаю это я. Может быть, когда-нибудь ты мне скажешь, вот, а я могла там это. Он такого не говорил. Это уже я придумываю. Придумываю. Но факт остается фактом. Любовь, она свободная. Любовь, она вот в такой свободе, когда ты доверяешь. Когда ты даешь человеку взять на себя его ответственность, нанесешь эту ответственность на себе. Дорогие, я остановлюсь на вот этой картинке. Когда мы вернемся к своему саду, походим там с Иисусом вместе. Иисус уже видел ваш сад. Он всегда его видит. Он видит всю вашу жизнь. Даже если вы только сейчас туда вернулись. Даже если это военные побоища. Господь любит вас такими, какие вы есть. Пройдитесь и просто спросите Господь, что, какие твои планы вообще на этот сад? Я хочу сделать для тебя что-то. Пройдитесь вместе с ним. Пройдитесь, прям проведите рукой по цветам, по траве. Скажите каждому цветочку, я тебя люблю. Господу действительно ценное то, что вы делаете. Он знает и исчисляет каждый волос на вашей голове. Он знает каждый цветочек в вашем саду. Все, что вы делаете в вашей жизни, ему очень дорого. Пройдитесь по этому саду. Это ваш сад. Скажите каждому цветочку, как вы его любите. Вы не можете не любить то, что вы делаете для Бога. Каждой травиночке, каждому клочочке земли. Мужчины, особенно обратите внимание на дом, из каких материалов он построен, какой там проект. Пройдитесь по нему и скажите, что я это люблю, это любит мой Господь. Я не могу это не любить, это мое. Поговорите с Иисусом о дальнейших планах. Что он хочет здесь видеть? Истинная картина сада. Господь, скажи мне, тот сад, который ты хочешь видеть, он покажет вам тот сад, который вы в состоянии сделать. Это не будет картинка из Пинтерест. Это не будет просто мечта. Это реальность. Это то, что вы делаете вместе с Богом. Вы делаете это для Него. Вот у меня было желание сначала пройти в сессионные залы. А сейчас, вы знаете, захотелось поставить такое многоточие. Многоточие, чтобы вот тот человек, для кого это ценно, они бы взяли это и побыли бы с этим. Чтобы это не было вот так вот спонтанно. Сейчас, когда только-только появляется первое чувствование, может быть, они накладываются на прежде переживания, может быть, происходит какая-то трансформация, может быть, ничего не происходит. Мы сейчас говорим о том, что границы человека мы не нарушаем. Мы дали вам пищу для размышления, чтобы вы с этой пищей побыли. И у нас есть площадка для... Есть телеграмм, есть студенческий чат, где вы можете потом поделиться своими переживаниями. И это будет вот такая, знаете, абсолютно свободная воля, потому что здесь на открытой площадке, хочешь не хочешь, что-то надо говорить. Пауза не может длиться вечно. Поэтому вот такое многоточие. Но в плане продолжения... Вот вы сейчас уже услышали материал. В самом начале было пророческое слово от нашей пророческо-творческой команды. И я хочу вот эту тему продолжить. У нас есть Альвина, что она видела. Насколько это совпало с тем, что мы слышали сейчас. И у нас есть Татьяна Евтушенко с пророческой команды. Давайте вот в том порядке, в каком я сказала. Альвина, включите микрофон, что у вас Господь дал вот к этой конференции. И может быть даже то слово, которое... Оно было у вас получено уже заведомо, оно каким-то образом сейчас изменилось. Вам слово. Добрый день. Где-то за две недели уже, мы же знаем, раз в месяц у нас конференция. Я все спрашивала Господа, что Он мне даст. Какую картину я должна нарисовать. Что я должна сказать. Всегда нужно какое-то слово высказать, высвободить из себя, из своего сердца, из своей души. И что ты, Господь, скажешь мне? И вот это зарождалось несколько дней. Ну, где-то неделю-полторы. И уже где-то за неделю до конференции, и Он мне говорит, у меня было желание нарисовать эту картину. Но это оставалось, оставалось, оставалось. И вот дало время, чтобы оно созрело. Созрело так, чтобы сказать потом слово. Вот эту картину я нарисовала. Это жемчуг. Каждый из нас жемчуг для нашего Господа. Это самый драгоценный камень, который есть на земле. И это самое драгоценное для нашего Господа Иисуса Христа. Даже в Библии стоит. Матфея 13, 45-46. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который найдет драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Так Христос купил нас. Самое драгоценное, что у Него есть. Как образуется это жемчуг? Это попадает песчинка в раковину. И от боли она начинает ее слизью обволакивать, и она потом зарождается. Для этого очень много времени нужно. Для этого каждый из нас, который прошел весь свой жизненный путь, это жемчужина, которые переживали боль, страдания, какие-то нападки, неудачи в жизни. И Господь каждую достал, каждую омыл из грязи, очистил, сделал такой драгоценный жемчуг, и Он дал слово для этого. И Он собирает нас всех. Так говорит Господь. Каждый из вас – моя драгоценная жемчужина. И я насаждаю вас в своем небесном саду, и буду вас оберегать и защищать от всех невзгод земных. Светите и озаряйте всех окружающих людей своим теплом и светом. Благоухайте мои драгоценные жемчужины во славу мою. Насыщайтесь и напаяйтесь силой и благодатью моей. А я вам приготовил новый поток благословений, ваш Папа. И еще хотела что сказать, это тоже зарождалось несколько недель, когда я чувствовала себя некомфортно, но есть такие периоды в жизни, что когда ты спешишь куда-то, что-то делаешь, и в болезни Господь ложит тебя на лопатки, чтоб ты лег и задумался, говорил с ним так, чтобы он тебя слышал, и ты его слышал. И он мне дал такие слова. В потоке, Господь, любви твоей, купаюсь я вновь с тобой, ныряю глубже в поток воды живой, и он несет меня к тебе, родной. Впереди ярко сияет звезда твоя, и она сильно манит меня туда. Все ближе к обитованной земле твоей, а ты шепчешь, иди смелей. Стремлюсь я в объятия твои скорей, дух святый трубит мне, беги быстрей. Иисус Христос, мой небесный Отец, сопровождает меня в свой дворец. И ангелы славят царя царей, трубят в шафары, звончи, сильней. И вот уже я в объятиях твоих укрываюсь от невзгод земных. Эти слова дал Господь мне, и как в поддержку, и чтобы я двигалась дальше с ним, а он во мне. И это как раз таки с сегодняшней темы, оно все переплетается и вдохновляет. Спасибо, Альвина. Спасибо огромное. Прежде чем я попрошу Таню Евтушенков, включите, пожалуйста, микрофон, включите камеру, мы услышим. Можем мы вас услышать и увидеть, или нет? Если есть такая... Да, добрый день, драгоценная. Слышно меня? Да, слышно, Таня. Прежде чем, прежде чем, это будет такое завершающее слово, я хочу, чтобы те рассуждения, которые есть у вас, ну для тех, кто будет рассуждать, кто берет это для работы, своей внутренней работы, задать еще несколько вопросов. Потому что в этом есть истина и есть некий конфликт. А вопросы следующие. Мой ум не ваш ум, говорит Господь. И в то же время мы знаем, что у меня ум Христов. В чем конфликт? В чем истина? В чем разница? Где соединение? Господь говорит, мои мысли не ваши мысли. А филиппийцам, говорит, у вас должны быть те же чувствования, что у Христа. Потому что все желания и хотения даю вам я. С одной стороны, Божьи мысли не мои мысли, а с другой стороны мои. Мои мысли не ваши мысли, а у меня мысли Божьи. Потому что, вот только что я вам сказала. Мои пути не ваши пути. А Господь говорит, я поведу тебя путем новым и живым, и я буду держать тебя за руку. Так его пути, это мои пути или не мои пути? Пути, да? Вот мы сказали, мысли, ум, пути. Давайте еще возьмем чувствования. Мои чувствования, не ваши. Я чувствую не так, как вы. А давайте вот я сейчас открою сейчас. Одну секунду возьму. Где у меня тут? Библия что-то. Трясла-трясла, смотрела-смотрела по ходу действия. Одно место приведу. Откройте. Кому интересно, можете пометить. Кому, у кого Библия рядом, можете сразу открыть. Филиппийцам 2 глава. Я вам прочитаю пятый стих. Ибо у вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Ну, должны это, такое слово жестковатое, то, что это нам доступно, это однозначно. Иметь те же чувствования, что у Христа Иисуса. Иметь те же мысли. Это все наше. Мы не просто имеем такую возможность. Это наше. А в чем тогда мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, мои чувства не ваши чувства? Вот об этом подумайте, потому что мы должны рассуждать в этих вещах. Потому что, когда мы сталкиваемся, казалось бы, с конфликтными вещами, они не конфликтные. Просто нужно понять, в чем суть, что Господь нам через это хочет сказать. Хорошо, это вопросы для размышления. Таня, пожалуйста, Евтушенко. Да, это удивительная сегодня такая тема. Просто Господь удивительный. И нас так ведет. И я смотрю, как, если задуматься, посмотреть вот назад, хотя бы на день-два назад, какими мы были и какими мы сейчас пред Господом стали. Ну, это удивительно то, что Господь с нами делает. И когда Господь говорит, что возделывайте свой сад, я поливаю его живой водой. И вы в этом саду тоже как растете вместе с этим садом, и вы растете. Вот, и это просто Господом наслаждаешься. Удивительный, превосходнейший наш Господь, наполняющий все. Удивительный, превосходнейший наш Господь, Господь всего. Открывает Он двери неба, приглашая в свой чудный мир. Он Господь наш, Он Творец наш, Творец неба и земли. Ты с небес святых безмерно, Святой Дух на нас излил. Ты открыл нам свое сердце, Этим нас навсегда покорил. Превосходнейший, сильный, крепкий, Дарующий нам свой мир. Твое имя – это вечность, Вечность в радости и любви. Аминь. Слава Господу. Спасибо, Таня. Огромное спасибо. Как всегда, форма конференции, несмотря на то, что мы собираемся онлайн, она все время разная. Вы можете увидеть это все. Она как-то Господом выстраивается удивительно. Я хочу, чтобы мы сейчас поблагодарили нашего спикера. Поставьте реакции. У нас есть поле для реакций. И поставьте, пожалуйста, свою реакцию. По поводу того, что вы услышали. Вот вам фонтаны. Аня, вот вам сердца. И пальчики вверх. И аплодисменты. И я вам тоже сейчас поставлю какую-нибудь... А вот так вот давайте поставлю корону. Корону царскую. Это за слово. Есть протяжка на подумать. Есть протяжка на то, чтобы ответить на вопросы, которые были заданы. И несмотря на то, что мы поставили многоточие, все-таки вот такая возможность есть у людей, у которых есть слово на устах. Прямо есть оно. И вы хотите прямо сейчас сказать его. Вы что-то пережили. И это прямо надо высвободить. Вот прямо для всей конференции и сейчас. Это горячее. Свежевыпеченный хлеб. Как мы видели в видении. Свежевыпеченный хлеб. У кого он готов? Пожалуйста, можете включить микрофон. Спасибо. Можно я скажу? Да, Каня, да. Ой, вы знаете, вот такое сердцебиение было, когда Аня рассказывала, говорила, раскладывала, открывала. Вот было сердце, а потом вот оно как будто бы увеличивалось, увеличилось, увеличилось. Думаю, ну надо же. Какое интересное чувство. Ну, вообще, это такая благодарность нашей девочке благословенной за это. И очень много коснулось меня и жилища нашего и вообще отношений. Отношений настолько коснулось. Вот так много видишь себя в том, что Аня открывала и что сама пережила. Пережила. И я думаю, наверное, у многих это. Но вот я говорю за себя, что это было удивительно чудное сравнение жизни и сада. Удивительно. Это действительно, мы каждый день выходим на свой участок, мы каждый день видим то, что мы видим. И каждый раз хочется что-то нового и лучшего и большего. Но это начинает работать и уже начало работать. И я думаю, что вот я задаю в своей жизни очень много изменений в этом направлении. Но вот благодарность, которую Аня, я просто, вот, Бог у меня. Нет, есть слова. Молодец, Анюта. Ты такая молодец. Ты такая благословенная девочка. Ой, как хорошо, что мы имеем тебя. И что мы с тобой, а ты с нами. Вот просто полные любви. Мое слово. Спасибо, Таня. Много сердца. Иногда Господь затевает встречу нашу ради одного единственного человека. И даже если это вот так, попадание в судьбу одного человека, для того, чтобы в эту судьбу принести слово, а мы бы были свидетелями этому всему. Это так сильно и так по-божьи. Закрутить всю эту вселенную ради человека и ради человечества. Нас не так много. И создать целую конференцию, собрать огромное количество свидетелей, чтобы постучаться в сердце к одному человеку. И есть такое чувство, что оно есть, это прикосновение. И Господь говорил в сердце. Неперсонально человек знал, что это про него, что ради него эта конференция собрана. Это тоже очень такой Божий подход. Особенно тогда, когда мы всякий раз ощущаем вот эту новизну. Вы же увидели, что это делают непрофессиональные и, скажем так, не суперспикеры. Это все люди, как правило, начинающие в слове и начинающие в том, чтобы это отдавать. Одно дело понять, другое дело отдать, чтобы было принято. Еще одно слово. Я обещала дать микрофон еще одному человеку. И мы будем молиться. Ярослав Валентинович, приготовьтесь, вы завершите нашу конференцию потом молитвой. Но сейчас еще одно мнение из зала, скажем так. Кому важно что-то сказать, что-то горячее. Да, Оля, пожалуйста. Оля Подмарева. Вот вы знаете, я и Аня немножко сказала, и как бы вот тут сестре одной говорила. Вот то, что Аня говорила, как будто она была в уединении с Богом, а я вот на практике. То есть она там была, а я вот здесь, я вот почти каждый пункт, вот я в этом нахожусь. И вот, вот то, что я ожидала, это, наверное, первый раз в конференции. У меня такое, в груди было какое-то такое ощущение, ну не знаю чего-то. И я вот еще говорю, тоже здесь вот Тане вчера, я говорю, как-то вот я делюсь с тем, в чем я нахожусь, что Господь делает со мной, а больше я ни от кого не слышу. Думаю, я что, самая какая-то, может, ну такая плохая, все уже такие, имеют Божий характер, и чисто у них сердце такое, такая мысль ко мне вдруг пришла. И вот сегодня она вот по мере того, как вот она пошла ступенька за ступенькой, я понимаю, что вот это Господь вот проводит вот это меня. Вот здесь я иду, и у меня вот все так в груди отпускалось, отпускалось, отпускалось. Конечно, тут вот сад, тут все красиво, Анечка, это вообще замечательно. А я только вот, да, не как сегодня вот утром сказала, вот Господь, Дух Святой, ты во мне красивый, я храм говорила, красивый внутри строишь храм, и вот я верю, что вот эта красота, и она все равно со временем, это вот наружу, наружу будет, снаружи это будет проявляться, вот этот цвет и вот эта красота, она будет являть тебя. Вот, и вот сейчас у меня все так вот, как бы, я получила, ну какое-то Божье, что все нормально со мной, я иду тем путем, который он хочет, и, а он все это очищает, вот такое у меня понимание прошло. Оля, у вас были ожидания перед конференцией, вы один из тех людей, которые сказали, я ожидаю от конференции, вы получили то, что вы хотели? Вот я получила как бы подтверждение, потому что то, как он делает, вот в моей, в моем разуме, ну я бы не придумала это вот, вот так. Ну я думаю, может я что-то сама выдумываю. А сейчас вот я говорю, у меня вот такое было, а сейчас я спокойна. Я как бы получила подтверждение, что вот именно Бог, он разными путями действует. Вот мы же привыкли, вот первое, второе, третье, вот так должно быть. А у него, его пути, не наши пути, вот именно в том, я ожидаю, что должно быть, ну вот так вот пройти. А у него, а у него много путей, и вот он ведет именно тем путем. И я верю, что он именно тем ведет путем, именно вот для меня что-то вот так. Потому что он охватывает несколько человек окружающих, которые в этом тоже участвуют. Я в это верю. Да, я получила. Спасибо, Оля. Надеюсь, это время мы с вами провели не зря. Вот бывает время с прессованной лучей. Мы с вами были на площадке два часа, но Господь позволил нам через сад посмотреть на всю нашу жизнь. Это серьезный кусок, и может быть даже простроить какую-то перспективу. Может быть увидеть план действия на будущее. Вот такое время, удивительное время. И удивительно то, что обычно мы планируем два часа для нашей встречи. И вот он, Господь, Бог порядка. Прошло два часа, и мы сейчас от Ярослава Валентиновича получаем благословение и завершаем конференцию. Да, спасибо большое. Но позвольте мне тогда суть в молитву внести. И коротенько помолюсь. Я бы хотел в этой молитве ответить, чтобы мы взяли три вещи. То, что нам говорила Аня. Это осознание, что у каждого из нас есть свой сад. Второй момент – это ответственность за свой сад. И третье – мы не сможем быть в этом саду, если не будет у нас отделения от чужого сада к своему саду. И у меня песнь-песня так всплыла, когда начало невеста говорила о том, что у меня… Я стерегу чужой виноградник. И потом по ходу вот этой любви жених ей говорит – выйди, возлюбленная моя. И уже в последней главе, восьмой, она говорит, что теперь мой виноградник у меня при себе. Это показывает на определенную зрелость. И так получилось, не знаю, пока вот Аня говорила, я вот такую картинку нарисовал, если видно ее. Видно. И здесь… Видно, да? Видно. Видно. И у меня песнь-песня, вторая глава встала, где с первого стиха он сказал «Я нарцисс Соронский». Мы читаем, что она Лилия Далин. И вот там, что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. И здесь можно увидеть, как вот идет… Я, конечно, не художник, но здесь, когда цветают все цветы, начинает распускаться Лилия. А Лилия, она, значит, есть образ и очень похожа на звезду Давида. И вот он говорит «Я нарцисс Соронский», а это Лилия Далина, наш Иисус Христос, он по горам, он спускается в Лилию. И написано, что Лилия, она оплетает нарцисс. Это два таких растения. Один показывает на жениха, другой на невесту. И Лилия не ранится, а она оплетает его. И это называют свадебной ночью. И поэтому, драгоценное, я молюсь, чтобы все терновые пути, они в нашей жизни, мы бы на них смотрели позитивно. Потому что без этого невозможно пройти то, что прошла невеста, то, о чем делилась Аня. И можно было увидеть и ее жизнь, и стражи, которые избили, изранили меня для того, чтобы содрать старые одежды праведности и войти с новыми одеждами в новый уровень. У меня здесь еще лестница. Только так мы можем войти на лестницу, как бы сказать, вот именно во всю полноту Царства Небесного и исполнения воли Божьей. Потому что без терновых путей, без тернового венца невозможно пройти в свой сад. Поэтому я благословляю вас, молюсь за всех нас, для того, чтобы мы мудро смотрели. И, как Ольга Петровна сказала, чтобы в этом отношении у нас были мысли, Божьи мысли. И тогда будут его пути, и тогда мы с вами будем чувствовать его так, как он чувствует нас и передает это нам. Будьте благословенны. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Дорогие, мы завершаем. Аминь. 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 Благословение бесконечное. Боги. Живу. Прекрасно. Боги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова